Во имя Отца и Сына и Святаго Духа И это действительно так Потому что наша жизнь, наше здоровье, как жизнь и существование всего мира в руках Божьих Он Творец Вселенной Он приводит нас в жизнь И от него зависит и жизнь наша, и здоровье И если это распространить за границу человеческой личности Распространить на весь мир, то ведь это все и к миру относится Творение Божие в его руках Поэтому, когда человек перестает верить в Бога или отказывается от Бога А тем более противопоставляет себя Богу, то он совершает безумие И в этом безумии люди упорствуют Пытаются самим себе и другим доказать, что Бога нет А если продолжить словами Федора Михайловича Достоевского эту фразу То и все дозволено Но и в самом деле, если нет высшего судьи Если нет наказующей силы То ведь все дозволено Человеческую власть легко обмануть Легко ввести в заблуждение Даже человеческий суд Но если нету божественного суда То, значит, ложь, беззаконие Это как бы нормальный способ устроения своей жизни Получения выгоды от жизни Вот почему и сказаны были те слова Если Бога нет, то все дозволено Мы проходим с вами через поприще Святаго и Великого Поста Это особое время пребывания в молитве И принесения покаяния Молитва действительно реально соединяет нас с Господом А другой силы и нет, кроме молитвы Как святитель Феофан сказал, что Все, что есть в религиозной жизни человека Выражается в словах Господи, помилуй Это действительно так Другого слова у нас и не может быть обращенного к Богу Конечно, мы просим Господа о всем О большом, о малом И это не порицается Мы Господу изливаем свою душу, свою скорбь Мы просим Его о помощи И Господь имеет силу А самое главное, любовь такую Что силу свою применяет К тому, чтобы помочь нам И в большом, и в малом Мне иногда приходилось слышать на исповеди и даже в беседах Рассказы людей о том, какими как будто бы мелочами Они досаждали Господу в своей молитве И только потом, по прошествию времени Когда убеждались, что на эти мелочи Господь ответил Понимали о том, сколь безгранична божественная любовь И даже наши самые простые воздыхания ко Господу Если они от всего сердца Если они поспешествуются верой нашей Они действительно способны призвать на нас божественный ответ Господи, помилуй Дивные слова А что же еще просить у Господа? Конечно, милости А эта милость включает в себя и прощение грехов Может быть, в первую очередь По велику грех отделяет нас от Бога Но ведь у каждого есть и своя просьба к Господу Чтобы он излил милость И, конечно, наши молитвы Они включают в себя и нашу боль И наши сомнения И наши недоумения И нередко просто даже отчаяние Но к кому же еще обратиться? У кого получить помощь и защиту? И Господь ведь слышит нашу молитву И есть только одно условие Молитва должна не содержать в себе пустословия Как это иногда бывает И многословие, которое тоже иногда Как бы затемняет сам смысл молитвы А молитва должна происходить от сердца От чистого сердца И сопровождаться верой, уверенностью в том Что Господь способен помочь И ответит нам на наше воздыхание Слова святителя Феофана о том Что в двух словах Господи помилуй Содержится все самое главное Мы должны запомнить И иметь это особенно в памяти Когда что-то трудное, тяжелое Будет происходить в нашей жизни Это трудное может касаться Личности каждого Семейных отношений Но это трудное может касаться И всего народа И государства, отечества нашего И сегодня мы знаем Какие непростые обстоятельства Связаны с международными отношениями И какие непростые отношения к нашей стране Пробуждены в последнее время Злой человеческой волей Поэтому В переживаемое ныне время Мы особенно должны возносить Молитву Господу Об отечестве нашему Об ограждении его от врагов И внешних, и внутренних Потому что есть и такие, и другие О вспомоществовании власти Воинству нашему Но самое главное о том Чтобы Господь дал нам прочный И неотъемлемый мир Чтобы возглаголил этот мир В сердцах наших Отечество проходило Наше российское Через многие испытания и трудности Но ведь вот За всю тысячелетнюю историю Которая изобиловала Опаснейшими конфликтами В том числе и моментами Связанными с поражением страны С лишением свободы Людей русских И тем не менее Пройдя через все эти испытания Мы сохранились и как страна И как народ И сегодня в этих непростых условиях Которых оказалась Россия Мы особенно должны Обращать свой взор К Господу Просить у Него помощи Для всего нашего народа Для властей Для воинства Чтобы Господь оградил нас От всякой пагубы Благословил нас Мирной жизнью Но в ответ на эту просьбу Мы должны в том числе И изменить наше отношение Кто еще не пришел К Богу Для которых еще молитва Есть что-то непонятное И сложное Хотелось бы Чтобы каждый мог бы На своем опыте Испытать силу того Что дает реальная связь Человека с самим Творцом И верим Что как в прошлом В непростые времена Молитва спасала народ наш Как вразумляла власти Когда давала мужество воинам Так и в нынешнее время Верим, что молитва Церкви Молитва народа нашего Будет услышана Господом И Спасителем И явится милость Его Божественная И над народом нашим И над Отечеством Мы вступили с вами В замечательное поприще Великого Поста И цель этого поприща Заключается в том Чтобы изменить Как я уже сказал Самих себя Поэтому самые великие дела Которые совершает человек Которые имеют отношение Не только лично к нему Или к семье Но в зависимости от положения Человека могут иметь отношение К большим группам народа И вообще ко всему народу Вот чтобы все это Спаспешаствовалось Господом В ответ На обновление И укрепление нашей веры Настало такое время Как многие из вас знают Я родился в городе Ленинграде Мои родители пережили Ленинградскую блокаду И чудом остались живы Выехать удалось Маме со старшим братом По льду Ладожского озера В день Святой Пасхи 42-го года Когда уже за спиной Было самое страшное время Голодная и страшная зима С 41-го начала 42-го года Вот чем жили тогда люди Они верили в победу Они молились Господу Об этой победе И как тогда говорили Воины Атеистов На переднем крае Фронта не бывает И даже люди неверующие Иногда Подымались в атаку С этими словами Господи помоги Потому что именно в такой момент Жизни отступает Всякое второстепенное И наносное И несущественное Начало Остается только самое главное Человек Предстоящий Богу Вот и сегодня Мои дорогие Наступило такое время Когда мы должны Укрепить нашу веру Я обращаюсь еще раз Хочу сказать Не только к тем Кто здесь присутствует Или кто услышит Мои слова Будучи человеком Воцерковленным Но ко всем Русским людям К тем еще Которые может быть И не Укрепились в вере И на пути к Богу И еще И испытывают Некие сомнения Все это Нужно оставить В прошлом Нужно встать На тот путь Который приводил Наших благочестивых Предков к победе А этот путь Несомненно связан С укреплением веры С возрождением веры В жизни нашего народа И да поможет Всем нам Господь В том числе И пройдя Поприще Святой Четыридесятницы Укрепиться в вере В благочестии Принести покаяние В наших грехах И с радостью И надеждую На милость Божию Встретить светлое Христово Воскресение Всех вас Сердечно приветствую И поздравляю С началом Сорокодневного поприща Постного Храни вас Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому